всем добрый день сегодня мы с вами рассмотрим рюкзак скетчерс и дал бэкпэк этот рюкзак мужской купила я его в спортмастере и конечно же он у меня пойдет в подарок ну обо всех впечатлениях потом конечно же скажу но давайте рассмотрим все-таки поближе этот товар и конечно же сомнения у меня были при покупке я рассматривала честно скажу рюкзак термит в виде сумки тот и такой же рюкзачок от фирмы скетчерс только то в таком темно-синим цвете но все-таки остановилась на данном рюкзаке и давайте все-таки посмотрим почему постараюсь говорить громко дело в том что я через гарнитуру вещаю поэтому надеюсь что меня будет очень хорошо слышно ну давайте начнем постараюсь фокусировать камеру вот и давайте-ка рассмотрим с вами во-первых этот рюкзак у нас из стопроцентного полиэстера объем у него 19 литров сейчас мы с вами поподробнее его рассмотрим и его размеры длина 47 ширина 30 и соответственно высота 13 производитель заявляет что в этом рюкзачке у нас с вами есть шесть карманов ну и давайте все-таки начнем я надеюсь что меня сейчас все равно очень хорошо слышно во первых хочу вам рассказать про материал который вот вы видите постараюсь вам поближе сфокусировать вроде как камера хорошо фокусирует очень хороший материал надеюсь что вы слышите у меня был такой рюкзачок я вот ранее рассказывала приблизительно из такого же материала в принципе когда дождь капает он конечно промокает но не настолько здесь у нас с вами есть ремешочек соответственно с лого скетчерс и давайте посмотрим значит в этом рюкзаке есть шесть карманов ну и давайте начнем первая камера немножко будет дрожать первый кармашек это у нас с вами вот с этой стороны а хочу кстати обратить внимание почему все-таки я выбрала этот рюкзак не обращайте внимание на пошатывание значит давайте посмотрим здесь у нас с вами видите такая вот такой вот материал он похож на брезент собственно вот я поставлю сюда ссылочку на видео на рюкзак nike который у меня был самый старенький если вы видите вот это вот подкладочка она по сути не дает промокать вашему рюкзаку то есть если вы попадете под дождь то ваши вещи ну конечно если прыгнуть в бассейн дату и через какой-то период времени конечно намокнет все но под дождем есть возможность защиты сам кармашек неглубокий вот вы можете видеть но в принципе сюда я думаю что паспорт вполне себе войдет и только паспорт в принципе такой как кармашек незаменим на рюкзаках потому что на самом деле если вам что-то нужно быстренько достать вы допустим руку назад да и спокойно открываете он я люблю такими штучками пользоваться поэтому для меня внешние карманы очень важны также вторая часть рюкзака выполнена вот в таком вот интересном стиле это конечно же такой интересный принт и даже честно не знаю как называется вот в тканях да но такой формат очень современный и в мужскую в мужских изделиях и в аксессуарах в общем-то очень стильно модно здесь такой вот уже кармашек идет у нас не внизу побольше хочу опять же обратить ваше внимание на саму ткань подкладочную то есть мне очень понравилось прям вот очень стильно сделано здесь уже можно что-нибудь сохранить и другое то есть на внешней стороне рюкзака вы можете видеть два кармана так как у нас все вот это вот можно собрать под или нет нельзя собрать все равно будет видно но кармашек такой незаметный то есть в общем-то сделано достаточно неплохо давайте посмотрим наверное сейчас боковые отделения следующий карман это третий карман вот в такой вот части он совсем маленький конечно когда я в магазине его увидела я не совсем поняла для чего но он не больше напоминает такую знаете ключницу вот вы можете видеть расстояние на между карманом то есть расстояние самого кармана ну так если взять то здесь наверное сантиметров ну не знаю 67 может быть кармашек совсем маленький но здесь можно хранить какие-нибудь ключи допустим не знаю жвачку что проездной кто что кто что кто во что гораздо так ну и самое интересное что в этом рюкзаке есть боковой карман сейчас я вам его покажу он достаточно высокий и конечно же его можно использовать тоже и для бутылки с водой можно использовать просто для чего-нибудь также там на что-то положить какие-то там не знаю вещички кто что любит вот но что хочу сразу сказать так как карман он небольшой вот еще кстати вопрос все-таки в лезет ли сюда вода если у вас рюкзак допустим и не полностью дан скажем так набит то скорее всего ваша вода да она встанет потому что вот так вот она ляжет если у вас рюкзак набит то скорее всего есть шанс то что даже и вода сюда не войдет но это надо смотреть в принципе карман большой удобный мне понравилось как все прошито все проверила в общем то все стильно реально очень мне нравится ну и давайте же перейдем к самому рюкзаку во внутренней части так мы с вами насчитали раз два три кармана пошли в четвертый самый большой хотя ну про лямочки я еще конечно уделю внимание так ну и открываем рюкзак как я уже повторялась здесь рюкзак у нас на 19 литров и что самое самое важное что мне вообще понравилось в этом рюкзаке сейчас камера не совсем правильно передает оттенок внутренней подкладки он такой светло оливкового цвета просто сейчас очень такое яркое солнце вот сейчас вот именно сейчас вы можете видеть цвет но это это выбеленный реальный цвет очень такой красивый такой оливковый светло оливковый пастельный цвет так ну давайте посмотрим во первых хочется конечно же показать но но сейчас давайте по порядку во первых мне очень нравится как здесь все прошито и сделано прям я вот честно говоря радуюсь что качество очень хорошее все закрыто и опять же если пойдет дождь если намокнет внешняя сторона то внутренняя сторона скорее всего энное количество времени не будет пропускать влагу это очень удобно так и давайте посмотрим здесь у нас есть два внутренних кармана для документов вот такого формата не знаю видно вам сейчас элемент пытаясь показать и как-то все солнце не дается мне это сделать кармашек небольшой но он в общем то достаточно вместительный так и давайте посмотрим другой карман он не закрывается но он очень большой сейчас постараюсь вам показать не знаю насколько это реально в общем карман очень большой я не знаю он прямо до конца рюкзака идет вот можете видеть я конечно сейчас хочу все-таки вывернуть рюкзак показать вам его надеюсь что не получится в общем он очень большой он 1 секунду односекционный да и он не закрывается то есть в общем то он такой в свободном доступе так ну и не знаю как сейчас получится и хочу вывернуть сейчас попробуем хочу обратить внимание ваше на дно мне очень нравится в отличие кстати от nike этот рюкзак мне напоминает старый мой рюкзачок nike который был по такому же принципу прошит и сделан показать его естественно вам уже не могу но вот предыдущих видео вы можете еще увидеть во первых хочу обратить ваше внимание на дно посмотрите как она сделана то есть она сделана из такого же материала внутреннего да то здесь все прошито она достаточно порочная я бы сказала что мы имеет двойную подкладку то есть это естественно подкладочная ткань и она очень все хорошо достойно сделано кстати вот тот самый карман до который мы с вами только что смотрели вот он такой вот большой сюда в принципе можно даже какие-то и документики положить я думаю формата 4 вполне себе влезет вот ну и кармашек поменьше вот вы тоже вы можете видеть здесь все прошито научными для тех кто интересуется вот такой вот хорошенький рюкзачок от фирмы скетчерс так ну и давайте все-таки посмотрим то есть если кто вообще думает да вообще вот этот рюкзак он как скажем не секс он именно из мужской коллекции в принципе наверное девушки тоже его могут носить вот так что же хочется мне сказать во первых в общем то по ткани да по стилю мне он очень понравился я бы сама себе такой купила если бы был бы другого цвета рюкзак может быть если бы такого серого серенького я бы себе приобрела так и давайте посмотрим закрывается он значит по моему да с двух сторон есть застежки закрывается он без проблем никаких проблем не возникает и давайте посмотрим на лямочки значит здесь у нас есть с вами так сейчас одну секунду здесь у нас с вами есть шлейка и регулируемые ремешки здесь у нас с вами идет брендирование скетчерс здесь тоже самое ну что же и собственно говоря завершая свой обзорчик все-таки хочу сказать что мне данный рюкзак понравился давайте посмотрим по цене и как я уже сказала что здесь очень хорошая спинка в сеточку надеюсь что спина будет дышать очень такие плотненькие поролоновые сами с шлейки тоже можете видеть вот ну и давайте же перейдем к цене цена данного рюкзака по полной стоимости 2599 рублей но мне он вышел со скидкой 1819 рублей там сейчас есть акции в спортмастере вот но они периодически проходят собственно на день рождения там дарится тоже какие-то бонусы скидки в течение года вы можете вполне это все использовать вот честно хочу признаться рюкзак мне понравился очень понравилась отделка изнутри большое количество и внутренних и внешних карманов в общем то если кто мечтал о таком хорошем рюкзаке о хорошей внутренней ткани да то есть именно прошивки и защите ваших документов и вообще всего содержимого от дождя то я думаю что вы не пожалеете берите смело я вам советую ну что ж всем хороших выходных всем пока пока